У меня на ретрите была женщина, которую мы разбирали, и разбирали ситуацию, почему же с каждым годом у неё падает зрение. И когда мы начали откручивать назад её историю жизни, то выяснилось, что в один прекрасный момент она очень разочаровалась в себе по определённым причинам. Как в женщине, как в матери, хотя она очень любила детей. И когда ей подтвердил социум, что она не такая, как все, она недостойна звания этого, то как раз в этот момент произошло то, что она подвернула ногу и очень сильно упала копчиком. Упала копчиком и сломала его. Была трещина в копчике. И этот момент она отложила на потом в своей долговременной памяти, чтобы не вспоминать это. И когда она родила первого ребёнка, встретила замечательного мужчину, они поженились, она родила ребёнка. Было всё замечательно, но зрение у неё немножечко упало. Когда она рожала второго ребёнка, у неё зрение ушло достаточно сильно. Вычеркнуто практически многие моменты, которые бы она с удовольствием могла бы посмотреть. И когда мы начали разбирать эту ситуацию, то выяснилось, что она очень хочет, и муж очень хочет, и третьего, и четвёртого, и пятого ребёнка. Но она для себя сделала всё, чтобы не рожать следующего ребёнка, потому что её подсознание ей говорило, что если ты ещё родишь, то у тебя зрение вообще упадёт, ты лишишься зрения. И чтобы это отрегулировать, нам нужно было вернуться назад, что сыграло закрепителем этого зрения. Закрепителем этого зрения сыграл повреждённый копчик. У нас таких ситуаций в жизни, ребят, очень много. И наши внутренние органы очень чётко транслируют нам то, что происходит в нашей жизни. Это касается любого внутреннего органа. Это касается любой ситуации, которая отражается, которая нам рассказывает, нам говорит, что происходит с нашим внутренним организмом, что он нам хочет донести, что он нам хочет подсказать. И именно поэтому я решила сделать марафон глубинной психосоматики, который стартует в начале апреля. Там будет приглашённый мастер, который будет не только рассказывать, какая мышца, какое сухожилие, какой орган, какой орган, какая мышца, какая гладкая мускулатура держит определённый орган, и какое упражнение нужно сделать, чтобы эту мышцу потянуть, чтобы отпустить, чтобы распустилась, чтобы дать возможность новой жизни задышать определённому нашему органу. Что нужно сделать, чтобы наш кровоток, чтобы наши зубки начали расти более здоровыми, чтобы они начали укрепляться. И обо всём об этом мы с вами, конечно же, поговорим на марафоне по психосоматике. Рождение аватара. И чтобы вы посмотрели, чтобы вы узнали, что же там такого интересного будет, а нужно ли это мне, а касается ли это меня, ведь мы всё-таки разные. Конечно же, для вас будет первые три дня бесплатно. Это будет два раза в день эфиры. Первый раз в день буду вести я, второй раз в день будет вести приглашённый мастер. И вы сможете посмотреть, насколько это вам интересно, насколько это вам актуально. А я со своей стороны попробую максимально чётко рассказать и раскрыть, как наше великолепное тело, как наш великолепный аватар транслирует то, что происходит с нами в этой жизни. Подписывайся, присоединяйся.